Сегодняшние торги на финансовых рынках отмечены резким ростом уровня волатильности. Так вчера вечером наметился резкий подъем котировки американского доллара. График индекса USDX, демонстрирующего положение доллара по отношению к корзине и шести мировых валют, не смог пробить уровень поддержки на 90.20. Котировка, оттолкнувшись одна, резко поднялась вверх и по итогу сегодняшних азиатских торгов располагалась вблизи 90.70. Доллар отреагировал на рост доходности казначейских облигаций США к максимальным уровням с февраля прошлого года на фоне укрепления ожиданий относительно крупных бюджетных расходов США и более широкого восстановления экономики, поскольку вакцинация набирает обороты. Хотя увеличение государственных расходов поддержит рост экономики, это означает и увеличение долга и увеличение выпуска казначейских облигаций для его оплаты. А это вместе с ростом цен на энергию повышает ожидания инвесторов на ускорение инфляции. Кроме того, трейдеры готовятся к публикации сегодняшних данных по объему розничных продаж в США. Это ключевой показатель состояния американской экономики, ведь около 2 трети всего ВВП США формируется именно на потребительских расходах. Прогнозируется рост на 1,1%. Однако есть ряд сомнений, что фактическое значение дотянет до ожидаемых, что и немного ограничивает подъем американской валюты. В паре с иеной доллар, как мы и предполагали, продолжил подъем даже несмотря на снижение индекса фондового рынка. В случае, если сегодняшние данные по рознице все же будут соответствовать прогнозам или даже окажутся лучше, то ожидаем продолжение роста к уровню 106.50. Пока же мы видим небольшую коррекцию после резкого подъема накануне. Что касается австралийского доллара, то трейдерам сегодня напомнили о том, что денежно-кредитные стимулы Центробанка стали причиной того, что доллар Австралия оказался на 5% ниже, чем мог бы быть на самом деле. Именно такое предположение высказал помощник главы Резервного банка Австралии Кристофер Кент. На самом деле, анализируя расположение котировки AUD и USD, мы видим, что график находится в верхней части многолетнего торгового диапазона. Но сегодня австралийский доллар оставил попытку отработки целевого уровня на 0.7830 и ушел вниз. Для усиления нисходящей тенденции необходим спуск под уровень 0.7720.